Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. День рождения Гранта Динка, 15 сентября, Международная премия Гранта Динка. Почему документы арцахцев не принимают некоторые посольства? Армянская надгробия, провинция Шапин, Гарахисар, Вилаэта, Себастья, Западная Армения. 8 сентября в церкви Сульбхач, острова Ахтамар, будет отслужена 12-я литургия. Новое туристическое направление – историческая тюрьма Харберта в Западной Армении. Неотъемлемое право арцахцев жить на исторической земле должно оставаться предритетной задачей для армянского народа и всего мира. 31 августа с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Армену Исаакян. Представим 28-е заседание Совета правительства Западной Армении, где президент Западной Армении Лидия Маркосян, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян и председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутелян обсудили организационные вопросы, связанные с мероприятием программы Летнего университета. Мероприятие состоится 8 сентября. Господин Арменак Абрамян также представил повестку конференции, посвященной богине Анаит. Армену Исаакян упомянула 42-й номер еженедельника Вестерн Армении, где представлены несколько важных тем, касающихся истории культурного наследия армян. 15 сентября состоится торжественная церемония вручения международной премии имени Гранта Динька, которая будет транслироваться в прямом эфире. Вечер, включающий специальные музыкальные выступления, короткие видеоролики и речи лауреата, также отразит борьбу за право человека в разных уголках мира. Музыкальные мероприятия начнутся 15 сентября 2024 года, в воскресенье, в 20.00. Трансляция пройдет в прямом эфире на сайте фонда Гранта Динька, также на социальных платформах YouTube, Facebook, X и Instagram. Паспорта жителей Арцаха с кодом 070 сталкиваются с дискриминацией в некоторых европейских посольствах. Подобное отношение особенно заметно в посольствах Польши, Литвы, Чехии и Испании. Девизовые заявки отклоняются под предлогом отсутствия безопасности и доверия на основе заявления правительства в Восточной Армении. Бывший защитник прав человека Арцаха Герам Сепанян отмечает, посольство не принимает паспорта с кодом 070, что нарушает административные процедуры. Бывший защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегаларян утверждает, даже если документы не соответствуют требованиям, их следует принять и предоставить соответствующие обоснования. Помимо этого, проблема ограничивает возможности арцахцев в правовой защите, поскольку они не могут получить документ об отказе. Официальная позиция Министерства иностранных дел в Восточной Армении по этому вопросу пока не уточнена, но существует обязательство заняться этим вопросом и предпринять законодательные меры. По последним данным, число насильственно перемещенных граждан из Арцаха в Восточную Армению превышает 120 тысяч человек. Ситуация продолжает усложняться. В городе Северек, провинции Деарбекир, Тигранакерд, Западной Армении, оккупированной Турцией, во время строительных работ на месте бывшего здания местного самоуправления было обнаружено надгробный камень с гравировкой. Отмечается, что найденный надгробный камень принадлежал армянам. Ильяс Гизигел, проводивший исследования на строительной площадке, подчеркивает, что на камне есть надписи на армянском языке. Согласно надписям, надгробный камень принадлежал армянину по имени Торос Кешищан. Дата смерти – 1908 год. Северек известен как город, где когда-то жили люди разных вероисповеданий. Надгробие освещает историю нашего города, культурное наследие и наше прошлое. Именно поэтому, отправив надгробный камень в муниципалитет, я хотел сохранить это четкое свидетельство и передать его будущим поколениям. Стартовали подготовительные работы к литургии, которая состоится в этом году в армянской церкви Сурбхач на острове Ахтамар-Озеро-Ван. Церемония, в которой примут участие тысячи туристов из Западной Армении и зарубежья, состоится 8 сентября уже в 12 раз. В интервью армянскому еженедельнику Ахкос, издаваемую в Западной Армении, проживающая в ване армянка Гайене Геворкан, пригласила всех армян, проживающих в Западной Армении и по всему миру, на церковную церемонию, выразив надежду, что в текущем году посетитель церкви Сурбхач будет намного больше. При раскопках крепости города Харберт в Западной Армении на глубине 36 метров был обнаружен подземный тюремный комплекс, в который можно было попасть, спустившись по ста ступеням. Восстановленная тюрьма была открыта в мае 2023 года. Тюрьма и другие части крепости вызывают большой интерес у местных и зарубежных посетителей. Историческая значимость крепости и процесс ее восстановления увеличивает туристическую привлекательность региона, способствуя притоку туристов. В первый раз за 33 года День независимости Республики Арцах отмечается без армянского населения Арцаха. Восстановление неотъемлемого права арцахцев жить на своей земле, обеспечение их свободы и безопасности, также восстановление права на достойную жизнь на своей земле является обязательным условием, требующим решительных и скоординированных действий. Слава сынам Арцаха, которые не пощадили своей жизни за независимость Республики Арцах. Их подвиги, вера и стойкость должны продолжать ввести нас по столь трудному пути. Для восстановления будущего Арцаха и восстановления прав его народа необходимо продолжать усилия, объединяясь как нация, развивая наше государство и сохраняя национальное единство. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин